Сегодня у нас в гостях директор Видновского троллейбусного парка Ольга Киндина. Ольга Геннадьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Мы поздравляем вас с прошедшим юбилеем, 15 лет троллейбусному парку. Давайте немного расскажем об истории предприятия. С чего все начиналось? Да, конечно, расскажем. Добрый вечер, уважаемые жители города Видно и Ленинского района. Я благодарю наше Видновское телевидение за предоставленную мне возможность встречи с вами и возможность рассказать вам о работе предприятия. Выслушать ваши вопросы и предложения по улучшению организации нашей совместной деятельности. Наш троллейбусный парк образовался в 2000 году. Нашим жителям можно очень гордиться тем, что всего в Московской области три троллейбусных парка. Один в Химках, второй в Подольске и третий у нас видно. Но я считаю, что у нас все равно самый лучший. В 2000 году началось строительство этого парка как бы на окраине города. Там было поле. Сначала построили производственные корпуса. И рассчитывался он как небольшой парк для обеспечения нужд города. Но город у нас развивался, строился. И наш троллейбусный парк оказался в черте большого микрорайона. Сейчас, на сегодняшний день, эта ситуация на нас накладывает большую ответственность за поддержание чистоты, за поддержание безопасности, за обеспечение комфортности проживания рядом с нами, жителей этого микрорайона. Ну, как мы уже все знаем, что троллейбусы – это один из экологически чистых транспортов, который у нас используется в городе. И они настолько прочно вошли в жизнь горожан, своей доступностью и удобством передвижения, что, судя по тому, какой великолепный репортаж она сделала в Видновское телевидение, и люди нас оценивают достойно. Мы, когда репортаж снимался, потому что для нас это уже потом нам показали на нашем торжественном собрании, что вы о нас поснимали, мы не знали, что говорят о нас люди. Очень боялись, что вдруг скажут что-то недоброе, нехорошее. Но этого не произошло, потому что народ понимает, для чего они нам нужны. Мы не суперсовременно-скоростной транспорт. Иногда некоторые водители, которые торопятся сильно передвигаться по городу с ускоренной скоростью, говорят, вот, медленно едут, не нужны. Да нет, нужны. Нужны, и это доказывает хотя бы то, что мы в день перевозим 10 тысяч пассажиров. То есть, скорее всего, это самый популярный в городе вид транспорта. Это самый популярный вид городского транспорта. И вот в 2000 году нами была уже построена производственная база. На тот этап она позволяла обеспечить потребности города в транспортном движении, осуществлять все необходимые на тот момент ремонты, производить мойку и обеспечить нормальное управление транспортом. Основной задачей, наверное, любого транспорта является безопасная перевозка пассажиров. Потому что все-таки транспорт – это средство повышенной опасности. Поэтому все задачи наши мы выстраиваем для того, чтобы обеспечить эту безопасность пассажиров и комфортность их обслуживания. На сегодняшний момент парк ежедневно работает по четырем маршрутам городским. На линию выходит 15 троллейбусов. Общее количество машин у нас составляет 23 единицы. Начинаем мы работать очень рано, в 4.45 и заканчиваем по второго ночи. Численность работников в предприятии – 150 человек. И когда у меня был предыдущий эфир, я говорила, что да, у нас проблема с работниками предприятия. На сегодняшний момент у нас нет такой проблемы. У нас есть сложившийся стабильный коллектив. И потребности в дополнительных работниках мы сейчас не ощущаем. У нас даже есть люди, которые записываются к нам в очередь, чтобы у нас работать. И водителями, и кондукторами. Ну вот, значит, мы не самое плохое предприятие в этом городе, раз у людей есть желание у нас потрудиться. А женщины-водители? Женщины-водители. А вот по статистике сколько у вас водителей? Не очень много. Не очень много у нас женщин. 3% от численности водителей у нас женщины. Но работают они аккуратно. На них всегда приятно смотреть. И, конечно, большой транспорт мы понимаем. И всегда, когда заходишь по-другому в такой троллейбус, да. Ну, не знаю, свое ощущение. Ну, обращают внимание, я думаю. Обращают внимание. Женщины у нас, тем более, очень симпатичные. Смотрят за собой. Все троллейбусы у нас на сегодняшний момент укомплектованы навигационной системой. Это требования наших контрактов, по которым мы работаем. Что она нам позволяет делать? В любой момент времени все руководители предприятия, которые отвечают за движение, имеют возможность просмотреть, где находится в данный момент троллейбус, в какой точке. Но это еще очень важно для диспетчеров. Потому что они могут принять оперативное решение. Если вдруг затор, если вдруг авария, разъехаться очень трудно у нас в городе, не такие уж широкие дороги, очень много транспорта, перенагрузка транспортом города. Поэтому она принимает какие-то оперативные решения. То ли развернуть троллейбус, то ли немножечко придержать его. Ну, в общем, сделать так, чтобы пассажир не почувствовал огромной разницы в отклонении в расписании. И, конечно, ну что хочется сказать. Я всегда говорила, что основными для нас по статистике наших пассажиров являются пассажиры, пользующиеся правом бесплатного проезда. Это наши пенсионеры. Это только пенсионеры имеют право на бесплатный проезд? Или какие-то еще есть категории? Правом бесплатного проезда имеют пользоваться люди, имеющие карту социальную. Вот у кого на руках соцзащита выдала социальную карту, значит, они пользуются правом бесплатного проезда. Но что такое? Я всегда говорю, что такое бесплатный проезд? За проезд пассажиров, имеющих право на это, платит у нас государство. В частности, нам платит так называемые наши выпадающие доходы Московская область. То есть для нас человек с правом льготного проезда – это тоже платный пассажир. Только мы не напрямую получаем деньги за проезд, а область нам за каждого пассажира оплачивает поездку. Поэтому я считаю, что все наши пассажиры платные. 9 сентября, как вы уже говорили, мы отпраздновали 15 лет. Получили в подарок ваш хороший репортаж. У нас было торжественное совещание, на котором присутствовали глава района, администрация городского поселения. У нас есть в коллективе работники, ветераны, которые были награждены и почетными грамотами, и памятными подарками. И просто выслушали много хороших слов о своей работе. Это очень важно. Это стимулирует к работе, потому что не такая уж у нас простая работа. Мы так же, как многие сферы обслуживания, мы каждый день общаемся с людьми. И, наверное, мы одни из тех, с которыми люди встречаются, выйдя из дома. Первое, что они делают, садятся в транспорт и начинают общаться с водителем, с кондуктором. И от этого уже выстраивается их дальнейшее расположение и к труду, и к поездкам. И все, что они делают, уже складывается с первого момента, как они проехали до работы. С четырех троллейбусов начинался наш парк. Сегодня 23 единицы. А был сначала один маршрут? Был сначала один маршрут. Один маршрут. Потом уже жизнь так рассудила, и выявились маршруты, которые более оптимальны для перевозки пассажиров. И уже была сформирована маршрутная сеть, в рамках которой мы сейчас работаем. Но я хочу сказать, что наше расписание – это вещь непостоянная. Мы прекрасно с вами понимаем, что есть сезонное расписание электричек. Основной маршрут у нас номер один, который подвозит наших жителей к электричкам. Соответственно, меняется расписание электричек. Мы должны на них оперативно реагировать, на эти расписания. Все для обеспеченности. То есть это учитывается, да? Однозначно. Ну вот, как бы история предприятия такая на сегодняшний момент. А как составляют? Кто составляет маршруты? Маршруты у нас составляет служба эксплуатации, которую возглавляет мой заместитель. В эту службу включается инженер, который занимается, отвечает за работу диспетчеров, и занимается разнарядкой на каждый день выходов наших троллейбусов. Начальник колонны, который у нас отвечает за наших водителей и обеспечивает закрытие этого наряда. И расписание составляет вся служба. Потому что расписание составить в кабинете невозможно. Надо понимать, как нам для пассажиров сработать. Иногда бывают часы, когда нужно сделать разрывной график в транспорте, когда народ начинает меньше передвигаться. Иногда надо, наоборот, увеличить интенсивность движения. Иногда надо подстроиться под электрички, под отмену. Поэтому расписание — это очень динамичная вещь. За ней надо следить, смотреть. Ну и, конечно, мы гордимся, что мы являемся основными перевозчиками в городе. Это гордость. Хорошо. Я вот хотела вернуться еще к 15-летию. А есть ли такие сотрудники, которые работают со дня открытия троллейбусного парка? Есть. То есть и по сегодняшний день. Коллектив достаточно стабильный. И те, кто уже вошли в транспорт, это люди, которые уже не могут от этого никак уйти. Это уже укореняется в организме, и уже воспринимаешь это как свой второй дом. Уже настолько люди преданные своему труду, своей работе. Им очень нравится. Для них очень комфортно. А когда человеку комфортно чувствовать себя на работе, от этого и трудовые успехи очень хорошие. Ну и нам всем. Ну и, конечно, надо говорить о том, что жизнь перед нами расставляет еще определенные акценты. Нам стоит, независимо от того, что я всегда говорю, что идеального троллейбуса на рынке наших услуг в России не существует на сегодняшний момент. Вот в течение последних трех лет мы осуществляем закупку троллейбусов. Это троллейбусы лучше, чем были в 2000 году. Но, опять же, это не тот транспорт, который должен обеспечивать комфорт. Я хочу сказать, что у нас есть один такой троллейбус. Мы его купили в рамках эксперимента в прошлом году. Создан он на базе автобуса, но он единственный в России. Больше таких нет. Мы его взяли в качестве эксперимента. Он низкопольный, он очень удобен в части комфорта переезда пассажиров. У него, в его работу заложен автономный ход. Очень маленький, но, тем не менее, если вдруг какой-то затор на дороге, он может отсоединиться от проводов и поехать автономным ходом. Ну, нет больше таких экспериментов. А он уже приступил к работе или нет? Этот троллейбус уже работает в течение года на улицах города. А на каком маршруте? Ну, один у нас, номер 26, работает он практически на всех маршрутах. Ну, в большей части на первом маршруте. Так, ну, давайте тогда перейдем к маршрутам. Какие вообще еще планируются? Есть ли перспективы развития предприятия? Перспективы развития, да. Ну, конечно, у каждого предприятия, которое желает удержаться на рынке транспортных услуг, должна быть перспектива. И город там дает такие задачи, которые нужно выполнять. Мы в течение последних двух лет разрабатывали маршруты, которые были бы полезны жителям и которые мы хотели бы осуществить. Один из этих маршрутов, на котором сейчас, собственно говоря, мы обговаривали с администрацией городского поселения, это соединение улицы Донбасской с улицей Школьной и закольцевать наши маршруты. То есть уйти из-под моста, где мы сейчас заезжаем, а сделать промежуточную остановку, повернуть, подняться на горку по Школьной и выйти на Советскую. Этот маршрут будет очень удобен жителям города. И возможности у нас организовать этот маршрут есть. Единственное, что нужно понять, насколько мы будем готовы профинансировать этот проект и начать поэтапное осуществление наших всех мечтаний. То есть это будет уже пятый маршрут? Это будет уже, да, пятый маршрут. Пока неизвестно, когда точно будет организовано. Я не могу сказать, что это будет непременно в следующем году. Какие-то движения мы, естественно, начнем в следующем году, но хотя бы в части проекта. Это мы будем делать. Останавливаться на этом нельзя. Ну и можно говорить о том, что много-много хочется. Да, хочется и есть перспективы. И если бы была финансовая возможность стабильная, мы бы, конечно, поэтапно это все делали. На это у нас есть и силы, и средства. Так, ну, в рамках губернаторской программы «Наша Подмосковья» все предприятия транспортного комплекса перешли на безналичную систему оплаты проезда. Да, и вот сегодняшний наш эфир мы решили посвятить вот все-таки карте «Стрелка». Да, сейчас мы подробно о ней расскажем. А вначале я хотела бы, чтобы мы посмотрели сюжет, который подготовили мои коллеги. Давайте посмотрим. Виртуальный кошелек. Так еще называют единую транспортную карту «Стрелка». Стоит она 200 рублей, 120 из них уже будут находиться на счету, и пассажир может ими пользоваться. Разовый проезд по городу за наличный расчет стоит 40 рублей, а по «Стрелке» 28. С 51 поездки цена достигает 18 рублей. Сейчас у нас очень непростое время, очень непростое время, когда каждый человек считает свои деньги. И что у нас очень много денег уходит на дорогу. И людям тем, кто работает в Москве, и людям тем, которые просто передвигаются по городу. И в магазин съездить, и на рынок подъехать. Конечно, удобнее брать то, во что ты положил деньги, и как бы забыл про это, и только его пополняешь. Пассажиры отмечают, что с появлением единой карты передвигаться на общественном транспорте стало проще и дешевле. Теперь не надо задумываться о наличии мелочи или о том, будет ли размен у кондуктора. Человек просто достает пластиковую карту и оплачивает проезд. Очень удобно ездить. Выгодно. Не меньше пассажиров в карте «Стрелка» рады водителей и кондукторы. Исключается какой-либо контакт с наличными денежными средствами. Это позволяет пассажирскому потоку проходить быстрее. Меньше мелочи стало, меньше денег. Удобно. Пополнять карту можно через интернет, в кассах РЖД, Сбербанке или других некоторых коммерческих банках. Также пополнение возможно через специальный аппарат прямо у кондуктора. Администрация Ленинского района позаботилась о том, чтобы мест пополнения было как можно больше. Такое количество способов положить деньги на «Стрелку» способствует тому, что у человека всегда находятся на ней средства. Единственное, что должны учитывать пассажиры, деньги, которые поступают через банки, зачисляются немоментально. Еще нюанс. Как и с любой электронной техникой, с картой «Стрелка» случаются сбои. Во многом от того, что это новинка и необходимо время, чтобы выявить и устранить недостатки. Вот уже две недели с лишним бегаю за этой картой, чтобы ее обменять. Это безобразие, плачу такие деньги. Тот, кто продает карту, несет за нее ответственность. Он обязан при выявлении, что эта карта неисправна, принять меры. То есть взять эту карту к себе, возвратить покупателю залоговую стоимость и уже далее принимать меры по ее замене и возврату денежных средств перечисления на эту карту. А если реализатор карты отказывается в ее замене, смело пишите жалобу в единую транспортную компанию Московской области. Она будет рассмотрена, и все недостатки вашей «Стрелки» будут устранены. Только помните, что дисфункция карты может быть вызвана неаккуратным обращением. Не держите ее рядом с мобильными телефонами и магнитными ключами. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нарухонова, Видное ТВ. Ольга Геннадьевна, плюсы и минусы транспортной карты «Стрелка». Плюсы и минусы транспортной карты «Стрелка» и вопросы по ней. Конечно, очень неприятно слышать от пассажира такую историю. Две недели – это слишком много для того, чтобы говорить. Поступают уже жалобы за две недели, как она вступила? Нет. С карты «Стрелка» мы начали работать активно с июня месяца. И не только мы, мы все в рамках губернаторской программы начали, все перевозчики Московской области внедрили эту систему у себя как систему оплаты. И я думаю, что многие пассажиры, даже те, которые сегодня в репортаже первый раз услышали, что существует карта «Стрелка», они обратили внимание, что если они даже заходят в салон нашего троллейбуса, кондуктор больше не выдает им билетики, а она обелечивает пассажиров через терминал. Это одна из частей очень сложной программы «Стрелка». Что такое система безналичной оплаты? Это программная структура, в которой завязаны перевозчик, пассажир и та компания, про которую сегодня упоминалось в репортаже, которая обеспечивает работоспособности этой системы. Система сложенная, связанная с зашитым электронным чипом и в карту, и в терминал кондуктора, и дальше все это передается по программному обеспечению. Теперь давайте поговорим уже в частности о преимуществе. Уже говорили, что эта карта «Стрелка» первая, одно из основных преимуществ, позволяет всем пассажирам Московской области пользоваться всеми видами транспорта. Это автобус, это трамвай, где он есть, это троллейбус. Это является первым преимуществом для пассажиров. Это по Московской области. Московская область. Карта «Стрелка» действует только в части Московской области. Стоимость карты «Стрелка» составляет на сегодняшний момент 200 рублей. 80 рублей – залог. 120 рублей – это баланс на карте. Это уже средство, которое пассажир должен рассчитывать в рамках тарифа за проезд, сколько он планирует осуществить своих поездок. Приобрести карту «Стрелки» на сегодняшний момент можно в картах нашей железной дороги, в нашем киоске, в салонах автобусов, в Сбербанке и в других торговых сетях. Пополнить карту на сегодняшний момент можно только в Сбербанке, у водителей автобусов и в киоске РЖД. На сегодняшний момент в нашем предприятии только проговариваются вопросы. Скорее всего, что где-то к концу года мы постараемся установить систему пополнения в нашем киоске. Расположен он достаточно удачно для жителей города. Мы попробуем тоже включиться в эту систему пополнения. На сегодняшний момент в предприятии у нас нет такой возможности. Что еще является одним из преимуществ для пассажиров? Мы уже говорили в репортаже, что стоимость одного проезда в салоне троллейбуса 40 рублей. Стоимость по карте «Стрелка» 28. И дальше уже идет подразделение. Если учитывать то, что мы не менее 60 поездок совершаем в месяц, это достаточно существенно. С 11 по 20 поездку стоимость уже будет составлять 26 рублей. Соответственно, с 20 по 30 поездку 24 рубля. И с 51 поездки стоимость проезда разово 18 рублей. 40 и 18, наверное, есть разница. Не имеет смысла рассмотреть. Тем более, если пользуются каждый день троллейбусом. Ну, если учитывать, что каждый день 30 дней в месяц и 2 поездки пассажир должен уехать и вернуться, то это значительная экономия денежных средств. Для перевозчика чем это выгодно? Тем, что у нас часть денег, которыми у нас пассажир обелечивается по карте «Стрелка», поступает к нам с их виртуальных кошельков на наш расчетный счет. То есть эти деньги мы не держим в руках. И у нас, соответственно, как уже сказал водитель автобуса, уменьшается количество денежных средств, которые необходимо пересчитать, проинкассировать и отправить в банк. И, соответственно, уходит человеческий фактор, который тоже как-то отвечает за сбор выручки, доходов и так далее. И система учета гораздо более простая, чем была первоначально. Но, тем не менее, на сегодняшний момент кондукторы у нас работают с двумя терминалами. Один терминал у нас позволяет учитывать наших пассажиров, пользующихся льготным проездом. Второй терминал у нас предназначен именно для расчета за деньги и для расчета по карте «Стрелка». А возникли какие трудности при переходе для предприятия, для кондукторов? Для кондукторов это дополнительное увеличение работы, трудности технического порядка. В любом случае вы понимаете, что это устройство, которому надо обучить работать. Ну, у любого человека, когда ему дают в руки даже какой-то совершенно мобильный телефон, совершенно отличающийся от ранее, к которому он привык, он чувствует какой-то внутренний дискомфорт. Конечно, нашему кондуктору еще дали еще одно устройство, которое, во-первых, не так легко весит. Это надо понимать. Потому что на одном плече висит терминал для льготных летного проезда, на втором плече висит терминал. И это она все носит на своей спине целый день в течение 11 часов смены. Тяжело. А были какие случаи, когда отказывались? Нет. Нет? Все согласились? Во-первых, перед тем, как мы собирались перейти на эту систему, мы собирали в коллективе собрание, объясняли, чем это хорошо, для чего это нам нужно, как мы с этим будем работать. И мы прекрасно понимали, что мы прежде всего работаем для пассажиров. Что такое для людей 40 рублей поездка в черте города, и что такое 28? И для того, чтобы нашим пассажирам было комфортнее, мы готовы были сделать все, чтобы это обеспечить. Ну, теперь, наверное, можно поговорить по вопросам, которые задавали мне лично, как руководителю, которые приходили на сайт, и мои коллеги по другим транспортным предприятиям тоже проговаривали эти вопросы с пассажирами. Прежде всего, хотелось бы сказать каждому пассажиру, что кондуктор у себя на терминале не видит вашего баланса карты. Это ваш кошелек. Мы не имеем права в него заглядывать. Есть у нас средства интернета, которому вы можете посмотреть, какой баланс у вас на карте в кошельке. Оплатить проезд по карте «Стрелка» можно только один раз на одном рейсе. Такое ограничение установлено для защиты карты от любого вида мошенничества, потому что карта – это та же самая банковская карта для расчета, только она предназначена для расчета в транспорте. Использование одной карты несколькими пассажирами невозможно, поскольку эта карта представляет собой материальный носитель, на который размещено транспортное предложение, электронные средства платежа, позволяющие оплачивать проезд с помощью электронных денежных средств. Мы никто не держим этих денег в руках. Это электронные платежи. И у нас с вами существует закон о национально-платежной системе, в которой у нас любая банковская карта должна принадлежать одному лицу. Но это не значит, что человек, который купил карту, не имеет права передать ее своему родственнику или своему знакомому. То есть можно, да? Но картой расплатиться в любом транспортном средстве может только один человек. То есть неважно, кто. Если вошла семья, и мама имеет карту, а сын нет, мама расплатится только за свой проезд. Ну, это правило, это закон, которому мы следуем. По вопросу нахождения карты в стоп-листе. Что такое стоп-лист? Стоп-лист – это невозможность кондуктору считать карту. Как правило, возникают случаи, что в стоп-лист попадают карты после пополнения. В большинстве случаев информация о выходе карты из стоп-листа приходит на терминалы кондуктора в течение 10-15 минут. Это не значит, что, допустим, вы вышли из Сбербанка, где пополнили карту, заходите в салон кондуктора и говорите, «У меня тысяча рублей». Она не видит этого. И это не значит, что эти деньги вот сию секунду пришли на карту. Абсолютно нет. Я вообще очень настоятельно советую, чтобы заблаговременно надо пополнять электронную карту. Хотя бы за день. Потому что мы все понимаем, сколько денег у нас осталось, сколько мы проездили. За 10-20 минут может быть такая ситуация, что деньги не зачислятся. Ну, работают они также по такому же типу, как работают наши мобильные телефоны. А мы всегда знаем, что мы не всегда можем дозвониться нашим каким-то своим знакомым. То же самое может произойти при зачислении платежа. Поэтому надо понимать, надо все делать заранее. По вопросу появления в терминале кондуктора надписи «Карта» не обнаружено. У кондуктора есть возможность проверить работоспособность карты. Если карта работоспособная, экран покажет номер карты, срок годности транспортного предложения. Но не срок годности карты, срок годности транспортного предложения автоматически будет продлеваться, когда карта будет пополнена. Если же карта сломана, то терминал отобразит. Карта не обнаружена. Что нужно делать в этом случае? Я уже говорила в репортаже, что если карта не обнаружена на всех маршрутах, которыми пользуется пассажир, то ему необходимо обратиться в тот пункт, где ему ее реализовали. Обязаны ее заменить. Потому что карта – это договор с перевозчиком о том, что он будет осуществлять проезд. Он обязан ее заменить, он обязан принять какие-то меры. И хранить ее желательно дальше от магнитных носителей, от сотового телефона, от каких-то железных вещей, которые у нас находятся в сумке, чтобы она не размагничилась. Ну вот примерно такие вопросы, которые поступают от пассажиров, наиболее часто. Я сейчас постаралась ответить на них. Но много жалоб приходит? Ко мне лично не очень много жалоб. Но в рамках подготовки к этому эфиру я позвонила своим коллегам из других предприятий и спросила, на что жалобы. Вот часто жалобы бывают только исключительно на эти ситуации. Хорошо. Ну давайте ответим на вопросы телезрителей. Давайте. Они поступают как раз про карту «Стрелка». Для чего нужна копия свидетельства о рождении ребенка при покупке детской карты «Стрелка»? То есть я предоставляю справку со школы, в которой учится мой ребенок. Если это покупается ученическая карта, я не знаю, для чего нужна копия свидетельства о рождении. Такого требования я просто законодательно о нем не знаю. Давайте мы уточним, если есть такое требование, то нам объяснят, для чего оно нужно. А вообще детская карта «Стрелка» есть? Да, есть ученическая карта «Стрелка». Насчет детской, не знаю, может, не очень корректно поставить вопрос. Это может быть студенческая и школьная. Карта школьная, но не детская. Если школьная, значит, там может быть справка со школы и так далее. Свидетельство о рождении, ну не знаю. Первый раз слышу, для меня это новость. Не всегда деньги на карту «Стрелка» зачисляются сразу. Случаются задержки один-два дня. Это норма? Это не норма. Я думаю, что обратиться к тому, где пополнялась карта. Это не норма, это значит какой-то сбой. Это люди подскажут, как правильно перезагрузить эту карту, или просто ее заменят. Это сбой. Такого не должно быть. В течение пяти часов это может быть. Мне жаловалось, что пополнял карту в Сбербанке была задержка в зачислении шесть часов. Все может зависеть от сотовой связи, еще от чего-то. Бывает такое. Поэтому прошу за день. Но не один-два дня. Не один-два дня. То есть это какие-то действительно проблемы. Бывают проблемы со списанием денег. Карта не всегда удается расплатиться. О этих проблемах мне рассказывали кондукторы. Что десять человек обелечивают в салоне картой. Все идет нормально. Проходит одиннадцатый и не считывается. Не читает карту, нет возможности расплатиться. Я думаю, что я своим кондукторам подсказала, как технически исправить этот вопрос. Я надеюсь, что они это будут реализовывать, и это будет исключено. Новое оборудование, вообще все это новое для нас сравнительно. Я считаю, что это технические сбои. Значит, надо кондуктору еще пропустить несколько человек, и потом еще раз вернуться к этой карте. Но вопросы обычно начинают немножечко в повышенных тонах пассажир разговаривать. Ну, конечно, когда человек торопится, он знает, что у него на карте есть деньги, а у него никак не получается. Но это не обязательно, что надо карту вдавить, и она сразу выскочит. Не бывает. Ну, значит, надо минутку подождать и еще раз попробовать это считывание. Бывает такая история, бывает. То есть случались такие случаи? Да. Если моя карта не работает, почему я должен платить 40 рублей вместо 28? Спрашивает Александр. Вопрос, конечно, интересный. Ну, в рамках того, наверное, исходить из... Вы приобрели электронное следствие платежа. Чтобы доказать его неработоспособность, ее надо как-то подтвердить. Но в любом случае, вы сели в транспортное средство, вы обязаны произвести оплату. Уже потом разбираться, работает карта, не работает. Карта должна работать. Если она исправна, если она исправно хранилась, если на ней присутствуют деньги, она должна работать. Ведь перевозчик осуществляет перевозку не просто так. Он оплачивает зарплату водителю, кондуктору. Он на линию выпускает исправную технику. Не приходит никто со стороны, не дает на это денег. Это все осуществляется за счет того, что мы собираем выручку. Не платить за перевозку, я считаю, что просто нельзя. А стоимость в перевозке, она утверждена прескурантам Московской области. Это не перевозчики ее придумывают. То есть это не считается, если на руках. Просто она не работает. Не бывает так, что неработающие карты можно расплатиться. Если у нас с вами вдруг снова карта для расчета, заработная карта для расчета, мы приходим в магазин и говорим, у меня есть карта, на ней есть деньги. Дайте мне, пожалуйста, продукты. Но так не бывает. Я считаю, что здесь то же самое. Хорошо, спасибо. Вот еще один такой интересный вопрос. Можно ли областной картой стрелкой расплатиться в Москве, а столичной тройка? Московской области. К сожалению, в рамках соглашения между Москвой и Московской областью на сегодняшний момент не существует такой договоренности. Но если в процессе, допустим, в ближайших городах Подмосковья когда-то будет такая необходимость острая, и люди поставят такую задачу, я думаю, разработают еще какой-то симбиозный продукт, который и тройку, и стрелку объединит в одной истории. Будет неплохо. Как составляется график перерыва на обед троллейбусов? Спрашивает Валентина Ивановна. 80 лет. Я ждала 45 минут с 10 утра до 11 утра около магазина «Три богатыря», чтобы доехать до поликлиники. А они проезжали мимо остановки, ехали в парк. Этот вопрос мне задают не раз. 40 минут интервала движения не может быть. Есть определенные положения о рабочем времени водителей. Если водитель вышел на работу в 4.30 утра, то мы ему обязаны предоставить перерыв. Это связано с безопасностью движения. Все троллейбусы сразу в один момент, естественно, не могут уходить. Есть время разрыва, которое мы отправляем троллейбусы. Если уходит троллейбус первого маршрута, значит, из парка выходит другой троллейбус ему на замену. То есть расписание составляется с учетом положения о рабочем времени водителей и с учетом потребностей наших пассажиров. То есть мы делаем исследование пассажиропотока и смотрим, когда у нас наименьшая загрушенность. Но водитель работать без перерыва 11 часов на линии не может. Ему обязательно нужно предоставить перерыв в части, хотя бы для того, чтобы обеспечить безопасную перевозку пассажиров. Постоянный пользователь общественного транспорта в городе Видное, Алла Борисовна, жалуется, что троллейбус номер 4 не соблюдает расписание. Я готова отдать свой телефон, пусть конкретно, по конкретному случаю проговорит со мной. Вообще, по троллейбусу... Троллейбус конкретно номер 4 или четвертый маршрут? Четвертый. Написали номер 4. Мне сложно сказать. У нас троллейбусы... 27 номеров на сегодняшний день у нас у троллейбусов. Если конкретно... Может, имеется в виду как раз четвертый маршрут? Я думаю, что это четвертый маршрут. Это маршрут связывает ПЛК с промзоной. Этот маршрут, очень часто по нему задаются вопросы. Я на них отвечаю. Хотела бы конкретный случай проговорить. Хорошо, спасибо. Когда парк развивался, была идея сделать маршрут до Москвы. Почему до сих пор этого маршрута нет? Да. Есть такая ситуация. И у парка есть незадействованная подстанция, которая находится на дороге, недалеко от дороги М4. Стоит эта подстанция. Была она построена для того, чтобы обеспечить выезд в Москву. Но, как любое согласование, это межмуниципальный маршрут. Это нужно согласование с Москвой. Значит, на сегодняшний момент нужно вложить огромные деньги для того, чтобы, во-первых, сделать это. Таких средств у нас нет. Я думаю, что в ближайшие годы не будет. И надо пройти большое согласование, что мы после того, как мы въедем в части Москвы, где мы там будем останавливаться. Да, до Москвы мы доедем. Надо понять, что мы должны где-то развернуться, остановиться. А это уже другой субъект. Большинство троллейбусов не подъезжают к остановочному бордюру, что очень нехорошо для пожилых людей, инвалидов. Нельзя ли обязать всех водителей обращать на это внимание? Галина Александровна спрашивает. Спасибо, Галина Александровна. Стараемся с каждым водителем проговаривать. Эту проблему знаем. Иногда водители понимают, иногда не понимают, ругаются, наказывают. Сразу хочу сказать, в каждом конкретном случае, как только у нас проходит такая жалоба, разбираемся отдельно. В период межсезонья они мне объясняют тем, что накапливается вода, боятся обрезгать пассажиров. Весь летний период у меня на линию выходили люди, и сама я выезжаю постоянно. Заставляю подъезжать для людей максимально близко к остановочным пунктам. Если какие-то отдельно частные случаи наблюдаются, со мной контакт любой через мой сайт, на мой телефон, разбираемся, с каждым водителем разговариваем и говорим, что люди пенсионного возраста, особенно это в части остановки на поликлинике касается, каждым водителям ведем отдельную беседу. – Хорошо, спасибо. И вот у нас немного времени остается. Хочу задать такой вопрос. Где проходит обучение водителей троллейбуса и куда обращаться за информацией? – С этим у нас очень сложно. На сегодняшний момент обучить водителя можно только в московском комбинате. – То есть у нас не обучают, да? – У нас нет. У нас водители троллейбуса не обучают в московской области. И мы попытались подготовить кадры. У нас есть предприятия желающие, которые хотят обучиться в качестве водителя. Обратились в московский комбинат, нам дали ответ, что на сегодняшний момент соглашение между Москвой и областью на обучение не подтверждено. То есть пока не приняли. Ну, я надеюсь, что в рамках нашего областного комитета профсоюзов мне удастся эту проблему осветить и проговорить возможность, чтобы наши люди все-таки обучались в Москве. Москва обучает. Москва обучает, но там проблемы тоже не стажируют водителей. Стажируем их своими силами на предприятиях. И дальше уже их обучение в части вождения проходит у нас. Спасибо за информацию. Так, ну, Ольга Геннадьевна, еще один праздник в скором времени нас ожидает, да? Давайте расскажем про день работника автомобильного городского пассажирского транспорта. Да, мой эфир проходит в преддверии нашего профессионального праздника. День работника автомобильного и городского наземного пассажирского транспорта, который отмечается в последнее воскресенье октября. Мне сегодня очень хочется поздравить всех людей, не только профессиональных водителей, не только коллективы транспортных предприятий, Видновское по АТП, предприятие, которое обслуживает автобусными перевозками Аякс и своих коллег, ну и тех людей, которые так или иначе связаны с машинами, потому что многие люди нашего города являются водителями. Хотелось бы поздравить всех, всех. И я уже говорила, что наши водители одни из первых, которые встречаются каждому пассажиру с раннего утра. И их работа не такая уж легкая, как кажется. 11 часов за рулем, ну, наверное, когда мы сами водители, мы понимаем, что это такое. Но и понимаем, что жизнь, настроение и все, что у пассажира с утра получится, так и продолжится день. Желаю всем, и моим коллегам, и любителям, автомобилистам успехов в труде, стабильности в жизни и благополучия в семьях. А будет какой-то праздник большой? Большой праздник будет внутри коллективов, я надеюсь. У нас будет однозначно проведено торжественное совещание, на которое мы пригласим главу Ленинского района, пригласим администрацию городского поселения. В троллейбусах мы обязательно повесим поздравительные наши пожелания всем пассажирам и нам, в том числе, нашим работникам. И постараемся, чтобы у людей на душе был праздничный день. Замечательно. Ну, с наступающим праздником. Спасибо большое. Вот, я думаю, что мы тоже как-то осветим это событие. Вот, все-таки праздник такой. Вы с нами работаете очень плодотворно, мы стараемся тоже не ударить в грязь лицо. Спасибо большое, Ольга Геннадьевна, что вы сегодня пришли к нам в студию и очень много рассказали интересного. Я думаю, нашим телезрителям понравилось. Спасибо, мне тоже очень понравилось. Приходите еще. Обязательно. Ну, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова